Международный белорусский детско-юношеский фестиваль Конкурс искусств «Беларусь. Моя песня» проводит Самарская областная общественная организация белорусов и выходцев из Белоруссии «Русско-белорусское братство-2000». Мероприятие прошло при поддержке Министерства культуры Самарской области, Дома дружбы народов и администрации городского округа Самара. Сегодняшнее мероприятие является юбилейным. На протяжении всех этих двух десятков лет белорусы и выходцы из Республики Беларусь, проживающие в Самарской области, в городе Самара, активно занимаются сохранением родного языка и культуры. И замечательные фестивали «Беларусь. Моя песня. Единство» и другие мероприятия, в которых участвует Белорусский национально-культурный центр, являются визитной карточкой нашего города и нашей области. На гостеприимной Самарской земле стали традиционными белорусские фестивали искусств, которые организует и проводит Самарская областная общественная организация белорусов, отмечающая в этом году свое 20-летие. Самое основное, что про нас знают. То есть мы не зря работаем. То есть знают белорусскую культуру. Организация взаимоотношений между Республикой Беларусь и Самарской областью. Мы выезжаем на форумы «Россия и Беларусь». Последний выезд у нас был в 2018 году. Наш вывозили туда коллектив «Каданс», вывозили выставки народных ремесел Самарской области. С учетом сложной эпидемиологической обстановки, фестивальные мероприятия этого года состоялись в дистанционном формате. Однако организаторы надеются, что благодаря этому расширится география участников, а фестиваль получит новый импульс. Фестиваль, который проходит в онлайн формате, но тем не менее сохраняет главное. Сохраняет главную свою задачу – объединение молодых людей. Объединяет на почве любви к родному языку, культуре, искусству. Узнавая ближе народы, проживающие рядом, буквально бок о бок в нашем многонациональном городе, молодые люди учатся понимать друг друга, учатся быть толерантными, учатся добрососедству. У конкурса фестиваля много целей и задач. Это и сохранение и популяризация белорусской национальной культуры, международный и межрегиональный культурный обмен, выявление и приобщение талантливой молодежи регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья к программам межрегионального и международного сотрудничества. Онлайн-формат позволяет каждому буквально в своем доме прикоснуться к культуре народов, которые есть, которые живут, которые сохраняют свою культуру в нашем городе. Именно поэтому мы приглашаем всех посетить онлайн этот фестиваль. Также важны обмен опытом между коллективами, руководителями, педагогами, поддержка постоянных творческих контактов между ними, их объединение в рамках фестивального движения, повышение престижа профессии педагога и руководителя белорусских творческих коллективов. Такие коллективы, как «Каданс», «Сузория», являются лауреатами многих общероссийских и международных конкурсов. Белорусский вокальный ансамбль «Каданс» – один из ведущих национальных коллективов Самарской области. Он был создан в 2008 году и вот уже более 15 лет представляет музыкальную культуру, как народную, так и эстрадную. Конечно, в нашем коллективе есть любимые наши произведения, посвященные Республике Беларусь. Конечно же, Республика Беларусь славится бульбочкой, картошкой, поэтому в нашем репертуаре всегда есть произведения, связанные с бульбой. Потом национальные традиции. У нас есть номер Ливониха, и, конечно же, наш коллектив не обходит стороной патриотику. У нас очень много произведений патриотической направленности, потому что, ну, как бы, я считаю, что в наше время к молодежи нужно прививать вкус к патриотической музыке. И, соответственно, мы славим на территории Самарской губернии нашу славную Республику Беларусь. Жидаем вам миру, добра и счастья, дорогие сябры! Вместе с тем необходимо популяризировать новый репертуар для солистов и творческих коллективов, расширять и укреплять дружественные связи. Яна Старинакова – студентка второго курса Самарского училища культуры и искусств, и на этом фестивале выступила в номинации «Художественное слово». Яна приехала в Самарусь, Беларуси, когда ей было 14 лет. Закончила здесь школу и решила поступать в Самарское училище. Когда настал этот момент, когда надо поступать в колледж культуры, у меня все тряслось. Я тоже читала белорусский стих, я хотела донести свою культуру и в России. И когда я приехала сюда, я выступила на своих вступительных экзаменах. И, вы знаете, меня так встретили, у меня сразу начали спрашивать, на самом деле, про Беларусь. Я много чего рассказала. Меня взяли, и меня поразило то, что люди, даже не зная языка, они понимают как-то слуховое. Я не знаю, как это передать, но их тронуло тоже произведение, которое я читала. Девушка говорит, что русско-белорусское братство 2000 очень помогает ей в жизни. В первую очередь набираться опыта в профессиональном плане. Конкурсы, выступления, участие в фестивалях и, конечно, живое общение, которое, безусловно, объединяет все национальности. Это, на самом деле, очень интересно, то, что я нашла людей, которые тоже занимаются творчеством, которые тоже любят Беларусь, любят ее язык, пытаются как-то даже, знаете, меня поразило то, что люди, которые не имеют знания белорусского языка, пытаются как-то приноровиться к этому, пытаются как-то взять изнутри вот это и вытащить наружу и показать людям, насколько прекрасен белорусский язык. Вот уже шестой год подряд учащиеся школы номер 176 становятся участниками фестиваля-конкурса «Беларусь. Моя песня». Дети с огромным интересом участвуют в белорусском фестивале-конкурсе, прикасаясь к самобытной культуре братского белорусского народа. Ребята получили массу положительных эмоций и были рады выступать на фестивальной сцене. В программе фестиваля «Беларусь. Моя песня» прошел круглый стол, посвященный теме «Россия и Беларусь. Связь культурных традиций». 20 лет нашей организации. Для нас это год юбилейный. И круглый стол посвящен в первую очередь культурной жизни, которую активно на протяжении 20 лет осуществляет наша организация. Но основные цели деятельности нашей организации, я думаю, вы все знаете, но кто вдруг забыл, я напомню, что основная цель – это содействовать развитию дружественных и деловых связей между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. Прошел и мастер-класс по приготовлению национального блюда. Оладьи из тертой сырой картошки лучше всего получаются у белорусов. Поэтому слово «драники» известно всему миру, по крайней мере, славянскому. Да как же получить очень вкусные драники с хрустящей корочкой? Есть несколько хитростей. Классический рецепт – просто натираем картошечку на терочке, туда добавляем чуть-чуть муки, солим, перчим. Но любая хозяйка готовит по-разному. Мы сегодня добавим яичко и для вкуса, для пряности чуть-чуть лука. Картофельную массу нужно обязательно отжать, чтобы не было лишней влаги. Драники жарят на небольшом количестве масла по 3 минуты с каждой стороны. Бульба-бульба-бульбочка драная, печеная, я девчинка веселуха, молодец, ух, незарученая. Смотрим, все поджарилось, картошечка снимаем с огня, выкладываем на тарелочку. Все красиво оформляем. И когда мы выкладываем драники на тарелочку, мы стелим салфеточку, чтобы лишний жир стек с драников. А потом украшаем зеленью и подаем со сметанкой. Очень аппетитные, вкусные дранички. Поважанныеся бры, запрошаем до нас. Смачно естся! На конкурс фестиваля искусств в этом году поступило более 80 заявок от солистов и творческих коллективов Самары, Самарской области, городов России, Москвы, Санкт-Петербурга, Армавира, Казани, Томск, Атольятти, Уфы, Республики Беларусь, Украина, Италия. Непростая задача стояла перед жюри из 160 номеров. Необходимо было выбрать не более 20 самых лучших выступлений, отвечающие всем фестивальным требованиям. Закружила голову мне быстрая вода, подошел коганый мой и руку подал. Не выходит реченька с бережком груди, не люби мне свежачек, свежачек золотых. Зоры и язов границы, край мой, моя миловица. Сердце болит, что не с долей спадкаться, сердце неизменно хвалю я докор, пахнет чабур, пахнет чабур. Критерии оценки конкурсов выступлений. На соответствии номеров тематики белорусского фестиваля. Исполнительское мастерство, артистизм, оригинальность, соответствие репертуара возрастной категории. И возможностям исполнителя национальный или сценический костюм. Эта деятельность налажена мощно, массово. Шьются костюмы каждый год, чтобы ребята могли именно в белорусских костюмах, наиболее близких к оригиналу, наиболее близких к тем традициям, которые традиционно вкладывались в белорусский костюм, принимать участие в разного рода фестивалях, как городских, так и областных, всероссийских и даже международных. Этот творческий форум приобрел статус ежегодного и стал визитной карточкой Республики Беларусь и белорусского искусства в Самарской области. Опыт первого фестиваля, который был проведен русско-белорусской братстве 2000-2004 году, показал, как много такие встречи значат для белорусов, проживающих на Самарской земле. Они важны для творческого обмена, развития духовных связей поколений, укрепления братского союза международными и всеми этническими сообществами, которые берегут и сохраняют белорусскую культуру, ее национальные основы. Главной задачей было сохранение тех результатов, которые были наработаны за долгие годы. И с этой задачей, я думаю, мы успешно справились. Тот потенциал, который наработан русско-белорусским братством, никуда не делся. И более того, приумножился. Благодаря новым формам, мероприятиям в онлайн формате, мы приобрели новых друзей. Мы получили новые формы для реализации. Таким образом, те вызовы, которые поставило перед нами время, дало нам возможность стать лучше, сделать нашу работу более интересной. И администрация городского округа Самара в этот непростой год оказывает совместно с телеканалом «Самара ГИС» информационную поддержку, тем самым расширяя круг почитателей, в данном случае, белорусского искусства. 16-й международный белорусский конкурс «Фестиваль искусств Беларусь. Моя песня» состоялся. Организаторов радует, что праздник белорусской культуры, который ежегодно проходит в Самарской области, помогает раскрыть творческий потенциал солистов и творческих коллективов не только Самары и Самарской области, но и юных талантов других городов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья. Субтитры создавал DimaTorzok